Слёд незаконный. Понимаем мы, что это всё. Вот ещё один наш этот. Что Андрюша, не стыдно? Не стыдно тебе? Что стыдиться? Ну правильно, потому что плакать бы, наверное, оттуда. Репрезент штат, что? Репрезент мафия, а? Что ты так бегаешь от своей машины, вино? Какой? Вспомним. Интересно, как это? Позор! 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 В коридоре! В коридоре! Да! Позор! Ставь. 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 Дай ещё два слова. Ещё!" Хочу еще пару слов сказать, потому что, слава Богу, что мы сегодня здесь собрались. Было много сказано про Юрия. Первый раз, когда мы должны были собраться здесь, может быть, в таком составе, может быть, больше, это когда был арест Федора Гелича. Я считаю, что все гражданское общество должно было собраться возле Генпрокуратуры. К сожалению, этого не произошло. К сожалению, я видел только Валерия Клименко, которого я мало уважаю. Но зато всех остальных я почему-то не заметил. Но, слава Богу, что сегодня хотя бы это произошло. Но знаете, то, что сейчас Юра сидит на теге на шесть, мне кажется, это в первую очередь как раз гена гражданских организаций, которые вовремя, ну, наверное, не работали тогда, когда нужно, должным образом. Потому что если бы мы работали как надо, то тогда и Юре бы не пришлось бы проявлять свой характер. К сожалению, то, что произошло, это логическое какое-то происшествие. Дашь Бог, чтобы это стало для нас уроком, что мы должны работать. То же самое для политических партий, что они должны быть вместе с нами. А не заниматься какими-то платформами, какими-то организационными вопросами, популистскими высказываниями. А все-таки работать каждый день рядом с гражданскими организациями. Продолжение следует...